Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, в общем-то, все, что касается лекарственной терапии, на сегодняшний день посвящено памяти Михаила Ашгишановича, в принципе, человека, который пионер на Северо-Западе, пионер в стране, и начинал лекарственное лечение злокачественных опухолей, человек, с которым нам очень многим из этого зала довелось работать. И вот мне организаторы форума дали такую тему, которая, в общем, достаточно сложно, наверное, ее определить за 15-20 минут просто невозможно, потому что прогресс лекарственного лечения за последние 30 лет просто колоссальный. И это такой, так скажем, мазкий взгляд клинического онколога, человека, который вот уже работает 25 лет с лекарственной терапией. И, может быть, те точки, те акценты, которые, ну, может быть, важны даже для лично моей работы. С чем связан прогресс? Ну, в первую очередь, с тем, что у нас всегда есть точка приложения. К сожалению, прирост онкологических больных превышает ежегодный прирост населения в мире. В России то же самое и те же самые показатели в Санкт-Петербурге. В нашем городе с каждым годом, как в стране, так и, в частности, в нашем городе, происходит прирост онкологических больных. Причина заболеваемости заключается, в первую очередь, в биологии процесса. Не потому, что мы стали больше болеть, просто мы стали... Биологический рак предопределен у человека. Но, кроме того, есть модернизация медицины, совершенствование внедрения различных методов диагностики. Кроме того, это улучшение качества жизни вообще населения, продолжительности жизни населения, старение населения, рост населения, рост факторов риска, параллельно заболеваемости. Поэтому, к сожалению, для человечества, наверное, злокачественные опухоли, они предопределены генетически и биологически. Кроме того, злокачественные опухоли – это вторая причина смерти в мире. И пальмы первенства онкологии отдают только сердечно-сосудистым заболеваниям. И за 40 лет, если все другие причины смерти, населения, травмы, инфекции, цербровоскулярные нарушения снижены практически в разы, рак стоит на том же месте. Смертность практически одна и та же ежегодно. И лишь одна страна, которая добилась снижения смертности – это Соединенные Штаты Америки. Есть тенденция к снижению смертности, о которой заговорили в Америке в 2012 году. Вот с 2010 года, но такое вот так в 2012 году. В России, к сожалению, что бы мы ни говорили, как бы мы ни отчитывались по нашим формам, снижение смертности не происходит. В чем причина смертности? Это биология злокачественных опухолей, кинетика, способность к метастазированию, резистентность. К сожалению, в нашей стране не работают программы раннего выявления в том масштабе, в каком бы они должны работать, государственные программы. Поэтому у 60%, кроме того, клиника, заболеваний некоторых, которые стерты для выявления в ранних формах, у 60% больных появляется в местно-регионарном инстатическом распространении опухоли. У нас отсутствуют все-таки четкие стандарты диагностики и лечения, за которые мы с вами отвечаем. Редко предусматривается принцип мультидисциплинарного подхода к лечению. Лечит тот, кому попадает этот больной к хирургу, значит, хирург, лекарственному терапевту, лекарственный терапевт и так далее. И вот такие опухоли, но даже здесь люди, которые сидят в этом зале, большая часть, в 70-е годы, в 60-е, наверное, вряд ли мы чем могли помочь этим больным с такими поражениями, которые представлены на слайде. Стратегия лечения вчера – это стадия цитологической или гистологической характеристики опухоли. Методы диагностики были просты, осмотры, ультразвуковые, нейлогические исследования, методы лечения основной был всегда хирургический. Лучевая терапия в ряде случаев, а вот лекарственная терапия, недостаточная была эффективность, эстетическая терапия солидных опухоли на фоне высокой токсичности, небольшой диапазон гормон терапии, да и гормон чувствительных опухолей не так много, попытка иммунотерапии опухоли – цитокинотерапия. История развития химиотерапии далеко уходит еще к Гиппократу, и, наверное, все-таки она начинается в том веке с Эрлиха, когда он ввел термин химиотерапии, сформулировал идею систематического скрининга химических веществ. Но та самая химиотерапия, которой занимались наши учителя, Наталья Накентьевна по переводчику, Август Михайлович Гарин, Михайлович Гершанович, это начиналось с Гудмана и Джильмана, когда они описали действия Эприта, и был синтезирован препарат Эмбихин. И с 1947 года, который стал использоваться при лимфогранулематозе, началась эра химиотерапии. Все мы переживали эту эру с алкилирующих препаратов, антрациклиновых антибиотиков, препаратов платины, токсан, ингибиторы топоизомераза и так далее. И благодаря этому, извините, сформулировали представление о цикловом лечении в 1965 году, в 1969 году, в 1964, кстати, была Хельсинская декларация прав человека с участием человека, этические принципы с участием человека в качестве их объекта. В 1969 году использование комбинированной химиотерапии, это Девитолинфогранулематоз, и схема Купера такая была, СМФВП, схема при раке молочной железы, на которую мы очень надеялись, когда использовали ее. В 1970-х годах это термин адювантной терапии, бонадонный был введен. В 1980-е годы термин линиотерапии, неадювантная терапия. Мишенью для цитостатиков является, это известно, опухолевые клетки, находящиеся в процессе клеточного деления, и функций делящихся клеток всегда больше в опухоли, чем в нормальных тканях. Поэтому цитостатики, они действуют на любую делящуюся клетку и имеют обязательно спектр некой токсичности, так как кроме опухолевых клеток еще в норме делятся и нормальные здоровые клетки. Есть классификация опухоли по чувствительности к химиотерапии, есть высоко чувствительные, и на этом, наверное, начало эры химиотерапии определяет то, что мы можем лечить злокачественные, в частности, злокачественные опухоли яичника, саркомы, юинги, лимфобластомы. И получаем вот такие эффекты, это снимок с отделения Сергея Алексеевича Тюляндина, это метастаз герминогенной опухоли в легкие и регресс на фоне химиотерапии. Это наша больная, баклеточная лимфома, которая получала тоже цикл химиотерапии, вот с таким эффектом, это всего один цикл. Конечно, химиотерапия дала достаточно много определенному контингенту больных. Чувствительные опухоли, это частота регресса больше 50%, и, наверное, вот на мой век, для меня очень важным, то, что появилась чувствительность больных раком, плоскоклеточным раком головы и шеи. Я помню, что на некоторых международных конгрессах были большие транспаранты на АСКО, где было написано, наконец-то мы получили увеличение показателей выживаемости больных плоскоклеточным раком головы и шеи. Рак мочевого пузыря, рак гортания, колоректальный рак. Но в 80-е, конец 80-х годов мы не знали, чем лечить этих больных. На сегодняшний день показатели выживаемости превышают уже 5 лет даже метастатические формы, но в сочетании, в комбинации с другими методами лечения. И, конечно, метастазы рака ободочной кишки, наверное, в 50-е годы, да, наверное, и Гудман не мечтал получить такие эффекты, получить показатели выживаемости только на химиотерапии, на поле химиотерапии больных колоректальным раком метастатической с помощью схем включения новых препаратов фоксальплотина и ринотекана. Малочувствительные опухоли, к сожалению, они остаются, и химиотерапия здесь исчерпывает свои возможности. И нечувствительные совершенно опухоли, которые не отвечают на лечение химиотерапии, это гастронисциальная эстомальная опухоль, рак почки, нейроэндокринные опухоли, ее высокодифференцированный вариант, карциноида, рак щитовидной железы и так далее. Давид Борисович Корман в своей книге «Фармакотерапия онкологических злокачественных опухолей» написал такую фразу «Создание и внедрение в практическую онкологию каждого нового противоопухолевого препарата всегда было и остается важным, но, к сожалению, весьма редким событием». Наверное, сейчас эта фраза уже не актуальна. С 1971 года старт национальной противораковой программы США, как бы мы ни относились к этой стране, но на сегодняшний день мы должны понимать, онкологи, что эта страна именно как раз дала возможность понять и получить то, что сейчас мы имеем с вами с точки зрения лечения онкологических больных. Первым приоритетным направлением этой программы были фундаментальные исследования механизмов злокачественной трансформации. Был задан вопрос специалистам, открыты были огромные лаборатории, и большая часть этой программы денег, экономическая составляющая этой программы была брошена именно на эту задачу, чтобы узнать, что это такое, почему рак, почему рак растет, почему где-то не растет, почему опухолевые клетки где-то погибают сами, а где-то достаточно хирургии, где-то нужна лучевая терапия. Фундаментальные исследования 1971 года были очень активно расширены именно в Соединенных Штатах Америки. Благодаря этой программе за 30 лет мы получили достижение фундаментальной онкологии. Во-первых, мы получили характеристику трансформированного злокачественного фенотипа. Мы стали понимать, что это такое, что такое злокачественная клетка. Это самодостаточность в отношении сигналов пролиферации. Сама по себе растет, и пролиферацию сама организует. Потеря чувствительности к сигналам, которые сдерживают процессы пролиферации. Замедление процесса программированной клетчатой гибели, нет биологической запрограммированной смерти апоптоза, которая характерна для любой нормальной делящейся клетки. Неограниченный реприктативный потенциал клеток. Кроме того, активация ангиогенеза, адаптация стромальных компонентов, способность ускользания от иммунологического надзора, аэробный гликолиз, который стал основой, кстати, диагностической протезуры позитронно-иммерсионного томографа, инвазия, метастазирование, различия между нормальными и опухолевыми клетками. И все это было сделано за эти 30 лет. Мутации. Все прекрасно теперь знают, для того, чтобы стал генез, развился канцер генез, у нас необходима мутация. Без мутации нет канцерогенеза. Были выявлены геномная нестабильность, а ну и плотность кариотипа, отличие количества копий, хромосомы, наверное, об этом всегда с удовольствием дослушают Евгения Наумовича, который рассказывает это очень интересно и увлеченно. Выявлены мутации не только прогностические, но и предиктивные для того, чтобы лечить этих пациентов. Гены наследственного рака. Механизм внутриклеточной сигнальной транструкции. Мы поняли, что внутри клетки, помимо того, что она существует, существует еще и сигнальный каскад. Этот сигнальный каскад представлен двумя такими огромными механизмами, ангиогенезом и механизмом, который отвечает за клетчаную пролиферацию, дифференцировку, миграцию. И этот каскад характерен для каждого из этого вида. И, соответственно, он представлен внешним сигланом, рецептором, тирозинкиназой, различными белками, которые переносят эту информацию в глуби клетки. И это оказалось мишенями для того, это понимание дало, так скажем, толчок к тому, что можно ли заблокировать вот эти звенья, вот эти мишени в самой опухолевой клетке. И на сегодняшний день мы знаем, что существуют рецепторы и факторы роста. И есть препараты, которые блокируют рецепторы. И у нас в практике они есть. Это и препарат бевоцузумаб, тростузумаб, цитоксимаб. Я даже не хочу как бы перечислять. Но я хочу обратить внимание тех людей, которые не занимаются клинической онкологией. Может быть, здесь хирурги... Это не потому, что мы не от лени называем все эти препараты. И некоторые хирурги говорят, опять эти ваши новые мабы, новые фенибы какие-то, их не запомнить, невозможно услышать. На самом деле это то, что дает в конце концов всем специальностям, ну так скажем, просторы для того, чтобы лечить наших больных и увеличить показатели выживаемости. Это на самом деле то, что дает прогресс в лекарственном лечении, прогресс в получении эффектов этих заболеваний. Тирозинкеназа, ингибиторы к тирозинкеназам, это очень широкое сейчас направление. Сигнальные пути, вот она клетка. И посмотрите, сколько за 30 лет нашли мишеней. Огромное количество мишеней. Это просто внутри одной клетки. Если химиотерапия просто, ну так скажем, тупо убивала эту клетку снаружи, лизировала ее, цитостатически действовала на ее оболочку, есть препараты, которые внутри клетки работают. Работают на сигнальных, на всех этапах сигнальных путей. Ну, в общем, достаточно это, конечно, я считаю, что это очень большой прогресс в клинической онкологии, благодаря данным фундаментальной онкологии. Воздействие, основной принцип новой, так скажем, таргетной терапии, которая, по большому счету, родилась так в практике в 2000-е годы. Это воздействие на сигнальные внутриклеточные пути, вовлеченные в патологический ангиогенез и пролиферацию клеток за счет блокады рецепторов, теразинкина, спротеинов, регулирующих клеточный цикл. И на всех этапах синтезированы препараты. И вот те больные, которых я показывала вначале, мы можем получить вот такие эффекты благодаря этим таргетным препаратам. Регресс метастазов рака почки в легкие. Рак поджелудочной железы фантастика. Просто на таргетной терапии у больного есть эффект. Больной с меланомой, вивморфениб, ну, наверное, я думаю, что удивятся, наверное, онкологи, которые работали в начале века, прошлого века, что можно меланому таким образом одной таблеткой, двумя таблетками полечить. Больные раком желудка. Такой эффект при сочетании химиотерапии с моноклональным антителом тростозумаба, мухер-2 положительного рака желудка, это тоже, в общем-то, достаточно серьезное достижение и прогресс в лекарственном лечении. Кроме того, помимо того, что развивалось познание внутриклеточных сигнальных путей и мишеней, было понятно, что есть некое внешнее содержание, почему эти клетки растут. Характеристика опухолевого окружения, опухолевые сосуды, клетки иммунной системы, внеклеточный матрикс, опухоли ассоциированные фибробласты. В 2013 году журнал «Сайенс» высказал, это очень авторитетный журнал в науке, достижение в области иммунотерапии и злокачественных опухолей является значительным прорывом в лечении онкологических больных. То есть на сегодняшний день, получая периоды развития онкоиммунологии, которые начались, в общем-то, начались в теории семени и почвы с 1989 года спеджета, гипотеза о роли микроокружения и формирования отдаленных метастазов, мы пришли к тому, что мы говорим о том, что сегодня иммунный ответ является одной из наиболее активно изучаемой областей фундаментальной онкологии. И тогда, когда определили на отличие опухолевых клеток от нормальных на уровне выделяемых антигенов, поняли, что есть каскад не внутриклеточный, а каскад, который находится вне клетки. И если мы убираем опухоль, то этот каскад может и остаться. И поэтому на сегодняшний день эти препараты очень активно используются для одевантного лечения. Наверное, может быть, у них место-то и будет в одевантном лечении, потому что они действуют на то, так скажем, окружение, благодаря которому эта опухоль росла. И были попытки вакцинотерапии высоких доз интерлекина, например, при меланомии, даже Food and Drug Administration зарегистрировали цитокинотерапию при меланоме. Когда нашли контрольные точки на опухолевой клетке, контрольные точки на лимфоците, это рецепторы CTL-4, это PD-1 с легандами PD-L1 и PD-L2, нашли препараты, которые блокируют эти мишени. Мишени вне клеточного сигнального пути. И получили такие эффекты на эпилемумабе, метастатическая меланома к рецепторам CTL-4. Ну, просто я считаю, что потрясающие эффекты. Мало того, что на сегодняшний день рассматривается комбинация препаратов иммунотерапии при меланоме различной. И получается, что если иммунотерапия одна, таргетная терапия одна и плюс комбинация, показатели увеличения выживаемости достаточно серьезные. Прогресс фундаментальной онкологии значительно увеличил наши знания о причинах канцерогенеза, механизм функционирования опухолевой клетки, позволил определить новые потенциальные мишени, позволил определить ключевую роль развития опухолевого процесса и определить новые прогностические и предиктивные маркеры. И привел к необходимости индивидуализации лекарственного лечения. Если наши учителя начинали с того, что они знали только гистологический тип опухоли, они знали клинические проявления этой опухоли, назначали ту или иную химиотерапию, которая была испытана при этой опухоли. На сегодняшний день в наших руках есть индивидуальные подходы к той или иной опухоли. Необходимость индивидуализации лечения, понятно, связана в первую очередь с высокой гетерогенностью опухоли. Известные факторы прогноза вчера – это клиническая стадия, морфологические, иммуногистохимические, эстрогены, прогестероны, биохимические показатели, ответы на лучевую или лекарственную терапию, безрецидивный период. Мы говорим, что если безрецидивный период длительный, наверное, эффективность хорошая. А если он маленький, значит она… То есть это были абсолютно простые, так скажем, но очень понятные факторы прогноза. На сегодняшний день существует масса иммуногистохимических исследований, которые определяют диагностику опухоли и рас. С одной стороны, и мы можем использовать те или иные методы, вернее препараты, которые используются при той или иной опухоли, прогностические маркеры и предиктивные маркеры. Кроме того, конечно, молекулярно-генетические исследования. Это исследования ружейной экспрессии генов, это генотипирование, и мы сейчас не представляем себе, если есть трижды негативный рак молочной железы, не делать берсией мутацию, если это билатеральный рак, если это молодая женщина. То есть на сегодняшний день мы расширили, помимо наших знаний, фундаментальной онкологии с точки зрения синтеза препаратов, но мы эти препараты не можем использовать без этих исследований. Это просто невозможно. И биологические подтипы рака молочной железы, новая генетическая классификация колоректального рака, мишени, носящие предиктивное значение при меланоме. Все это определяет прогресс лечения, лекарственного лечения в онкологии. И когда мы получаем, когда мы... Это просто могла быть леймиосаркома в 60-е годы, в которой хирурги уставали оперировать. Она была операбельной, ее оперировали, она через год вырастала опять, и так далее. Но просто сделать мутацию CD117, определить, и, соответственно, назначить лечение, через два месяца получить вот такой эффект. Индивидуализация лечения предполагает хороший результат, улучшение показателей жизни, предполагает проведение правильного лечения по правильным показаниям, правильному больному и в правильное время. Стратегия лечения сегодня это выделение благоприятных групп с индивидуализацией лечения. У меня буквально три минуты. Я просто хочу сказать, что лекарственная терапия, она работает в системе, в системе мультидисциплинарного подхода. Мы не можем ее рассматривать только одну, без хирургии, без лучевой терапии. Большой прогресс, это, наверное, целая лекция, это палеотивное лечение и вообще поддерживающее лечение в онкологии, которое тоже прогрессивно шагает вперед. И, ну, я не буду, тут у меня просто, я про онкохирургии. Время вышло. Да, время вышло. Я хочу просто закончить. Есть ли прогресс? Ну, наверное, есть. Качество нашей работы на сегодняшний день абсолютно отличается. Конечно, приятно в лесу, в дремучем ехать на телеге, но все-таки Мерседес по очень красивой дороге, я думаю, что это гораздо приятнее с точки зрения существует еще много белых пятен в практической онкологии. Прогресс? Конечно, прогресс. На сегодняшний день 163 субстанции проходят. Различные фазы клинических испытаний в настоящее время это было доложено на АСКО 2015 года на обзорном докладе. И, наверное, наука не будет стоять на месте, она будет эти пятна белые затушевывать в какие-то краски. И я думаю, что наши ученики, те люди, которые будут заниматься клинической онкологией, уже после нас, у них будет арсенал тех препаратов, с которыми они могут в конце концов лечить больных. И вот, вы знаете, сейчас секундочку, 14-й год, Всемирная организация здравоохранения, 1-3 злокачественных опухолей предотвратима, 1-3 злокачественных опухолей излечима на ранних стадиях, и 1-3 злокачественных опухолей это увеличение продолжительности жизни. Спасибо. Спасибо, Рашида Вахидовна, на вопросы у нас нет времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok